Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней, расскажем в итоге мы в выпуске новостей за неделю. Сервис на уровне и придорожную торговлю приведут к единому облику. Путь к сердцу Анапы пролегает по федеральным дорогам. Объекты придорожного сервиса на въезде в город создают первое впечатление о курорте. Требования к заправкам, кафе и рынкам вдоль трасс и проселочных дорог, чистота, санитарный порядок, благоустроенные территории и законные основания для деятельности. Проверки проходят ежедневно. Сотрудники службы муниципального контроля, отдела Роспотребнадзора составляют протоколы на правонарушителей, не пропуская ни одного объекта, собственники которых игнорируют общие для всех правила. И все же совесть некоторых предпринимателей пока спит. Оплатив штраф, они снова выходят на арену оказания услуг, рискуя репутацией собственной и всего города-курорта. Сотрудники управления муниципального контроля приступили к сносу некапитальных торговых павильонов. Анапу буквально очищают от самовольно установленных строений. Первыми под снос пошли объекты Витязева. Приговор о демонтаже торговых точек привели в исполнение сотрудники управления муниципального контроля. Оживленная улица недалеко от моря – прибыльное место для торговли. Именно здесь коммерсанты самовольно установили металлический павильон очки. Новую точку торговли открыли на муниципальной земле, на территории общего пользования, да еще на пожарном проезде, нарушив правила безопасности. Объект демонтирован и перемещен на специально организованную для хранения площадку. В ходе мониторинга специалисты управления муниципального контроля выявили еще один самострой-кафе. И этот объект постигла такая же участь – демонтаж. Для возврата хозяевам торговых павильонов необходимо обратиться в управление муниципального контроля с заявлением, вместе с которым должны быть и документы, подтверждающие право собственности. В пик высокого курортного сезона дополнительную очистку пляжей проводят сотрудники предприятия «Объединение курортных услуг». По сообщениям синоптиков, вода в Черном море у берегов Анапы прогрелась до 27 градусов. Когда температура воды поднимается выше 25, море начинает свисти. Отдыхающие комки относятся по-разному. Одни делают аппликации на суставы, другие избегают и стараются найти место для отдыха без водорослей. Отношение к комке у сотрудников МУП АКУ всегда одинаково профессиональное. Убирают и вывозят сотни килограммов комки с пляжей. Буквально по соседству с центральным пляжем на территории, переданной в аренду нескольким здравницам, другая картина. Морская вода мутная и зеленая от водорослей. Есть еще один неприятный фактор – несанкционированная торговля на пляже и на входе. Предприимчивые орнитологи с навязчивой услугой сфотографироваться с попугаями. И любители нажиться на фото с мартышками. Пляжи – главная ценность Анапы от станицы Благовещенской до Утреша. Сколько бы ни было других развлечений, люди едут в Анапу в первую очередь ради моря. Так что всем владельцам и арендаторам пляжных территорий красноречиво напомнили – беречь общее богатство городу-курорта разым оказано такое доверие. Привычное представление о том, что жителям станицы Анапской в парке ходить некогда, на этой неделе развеяли. В центральном парке создаются все условия для отдыха. На днях установили 10 новых лавочек. На стадионе «Спартак» после критики главы города, ответственные за территорию на этой неделе, приступили к устранению ряда замечаний. На спортивном объекте выполнены первые работы. Вдоль трибуны уложено новое асфальтовое покрытие, вывешены баннеры, в работе обновление беговых дорожек. Как выполняются поручения, глава Анапы проконтролировал накануне и на планерном совещании дал понять – половинчатых решений он не приимлет. Ситуация со спортивным объектом останется на его личном контроле. До идеального состояния стадиона еще далеко. Проблемы «Спартака» возникли не за один день. Год за годом стадион терял достойный вид и свое истинное предназначение. Больше всего вопросов вызывает территория вокруг «Спартака». Сегодня она напоминает скорее отстойник для автомобилей с сомнительными номерами и парк перекошенных и проржавевших аттракционов. Широкое поле для деятельности контролирующих ведомств. Планерное совещание этой недели начали с поздравлений и награждения. За оказанную поддержку Анавскому районному казачьему обществу при выполнении обязанностей в Крыму Сергею Сергееву вручили медаль «Крым-2014». Благодарность за помощь казачеству выразил атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска казачий полковник Иван Безуглый. О работе сотрудников полиции за неделю отчитался начальник отдела МВД по городу Андрей Терехин. Задержаны подозреваемые по делу об ограблении банка «Народный кредит». Преступники попытались скрыться в Астрахани. Часть денег у грабителя оперативники изъяли. Продолжились проверки торговых точек, реализующих алкоголь. В итоге проверок сотрудниками изъято более 3000 литров алкогольной продукции без лицензии. Благодарность от главы прозвучала и в адрес сотрудников ГИБДД за эффективную работу и организацию транспортного потока на проблемном перекрестке в станице Анапской. Традиционными состязаниями моряков-спортсменов встретила Анапа День военно-морского флота 27 июля. Глава города-курорта стал почетным гостем на спортивном празднике, который прошел в акватории Анапской бухты под эгидой Института береговой охраны ФСБ России. В продолжение праздника на театральной площади курорта состоялся большой концерт, посвященный Дню ВМФ России. Творческие коллективы спели о море, о службе и чести военных моряков. Невозможно себе представить праздничные гуляния кубанской станицы без задорной частушки. Их в народе хранится столько, что впору конкурс проводить. Вот поэтому и собрала атамань своих гостей на частушечные фестивали и в минувшие выходные радовала народ свадебными обрядами. Фестиваль частушек на этот раз открывала Анапа. Анапчане стали лауреатами конкурса, привезли подарок за призовое место и диплом победителя. Смотрите сегодня в итоге мы в выпуске программы. Я не я, кафешка не моя, точка общественного питания на выезде из города совсем не кафе, уверяет хозяин земельного участка. Дополнительный народный контроль за порядком в городе следят сотрудники администрации и органов территориального самоуправления. Сотрудники роты ДПС проверяют обустройство торговых точек вдоль федеральных и краевых дорог, ведущих в Анапу. 26 июля работники сферы торговли отметили профессиональный праздник. Олимпийский комитет России отправил Олимпийский патруль в федеральный детский центр смена. И сейчас обо всем подробнее. Точка общественного питания на выезде из города у Стеллы с Орлом совсем не кафе, уверяет хозяин земельного участка. Целевое назначение земли под сельхоз работы. По факту на территории организован пункт общественного питания. Стелла с Орлом между Супсехом и Варваровкой очень быстро стала достопримечательностью курорта. С Семисамского хребта открывается вид на город и море. Это излюбленное место для фотосессии жителей и гостей Анапы. Именно здесь, в многолюдном месте, недобросовестные предприниматели развернули свой бизнес, открыли кафе. Хотя старательно отрицают, что это точка общепита. Что у вас здесь за кафе? Вы откуда вообще прибыли? Я из Узбекистана. Узбекистана? Кафе у нас открывали? Я не открывал. Хозяин уже должен прийти. Какой хозяин? Ну и без этого места. Какого документа здесь оставил? Давайте сворачивайте свои столики. Тем более, с чем вы тут торгуете? Ну как не торгуете? Уже неоднократные жалобы поступают от жителей. Как от жителей, так и от гостей курорта. С поводу того, что вы реализуете тут продукцию какую-то. Я не продаю. Ну как не продаете? Как вы продаете? Что тут за документы, Борис? Это сельхозное значение. Земля, на которой предоставляют услуги общественного питания, находится в частной собственности. Уголка потребителя в кафе нет. И график работы тоже сомнительный. Во время нашего визита кафе не работало. А сотрудники устроили сиесту в палатке. Это днем. Во время вечерней проверки к сотрудникам управления муниципального контроля все-таки приехал хозяин участка. Я использую это для своих личных нужд. Мой личный кондент. Мой личный кондент. Мой личный кондент. Я не имею права на свои земли. Я здесь не продаю, не произвожу ничего. У вас реклама стоит. Какая реклама? 20 метров. Еду готовят в полной антисанитарии. Вода не подведена, канализации нет. Нет и санузла, чтобы хотя бы вымыть руки до и после еды. Электрические провода подведены, только законность такого подключения и оплата электроэнергии вызывает вопросы. Готовят сотрудники кафе на плитке с газовым баллоном, но как он подключен неизвестно. Безопасность сомнительная. Можно вообще отравиться и летальный исход может быть и тому подобное. Так что много различных ситуаций. Ну конечно же отравлением, но и самому неприятно. А насчет сервиса, что бы вы сказали про такой поход? Сервиса? Ну сервиса там никакого не будет, естественно. В управление муниципального контроля поступило сообщение о том, что возле памятника начала Павказского хребта производятся какие-то работы. Управлением незамедлительно выехали на место и обнаружили, что здесь, в неземельном участке, который предназначен для ведения сельского хозяйства, установлены некапитальные конструкции из металлопрофиля, имеющие признаки кафе или коммерческого назначения. Специалисты составили протокол об административном правонарушении. Хозяина участка и его гостей предупредили. Как только в кафе будут оказывать услуги общепита, кафе закроют. Тогда и штрафы будут выражаться в других суммах. А пока землевладелец заверил комиссию. В ближайшее время намерен переоформить целевое назначение участка. Но не уточнил, как именно он собирается это сделать. В зеленый наряд анапских летних улиц никак не вписываются разноцветные вереницы мусорных пакетов, которые стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Почему это стало возможным, ответ на этот вопрос в нашем сюжете. Улицы Гоголя, Шевченко, Тургенева по утрам просто утопают в мусорных пакетах. На них сверху еще наваливают сорную траву и ветки, диваны и кресла, унитазы, коробки. В общем, все, что во дворе мешает радовать отдыхающих. Выносят все это на всеобщее обозрение. И ни у кого не возникает сомнений, что это некрасиво, неэстетично, что это неприятно и нашим отдыхающим. Первым делом мы обратились в компанию «Спецстран» с вопросом, почему так происходит. Владимир Алексеевич Зубенко рассказал, что в половине десятого на этих улицах мусора уже не увидишь. В первую очередь мы ввозим на Крымске первый раз в три часа ночи. А потом на трудящихся тоже есть там местами. Еще что делаем, чтобы меньше было мусора. Вообще у нас Шевченко по графику у нас в семь часов. А мы предварительно, то есть на Крымске, еще немножко сомбурого и разобираем ночью, потому что люди выносят вечером. Ну, ночью выносят. Компания «Спецстранс» не вывозит крупногабаритный мусор. По этим же улицам потом проедет чистая Анапа, Сити-Кристалл. Мусор ручной уборки, бросовые, крупногабаритные уже вывозят они. То есть по одной улице в течение дня ездят три компании, а толку никакого нет. Мы подумали, может быть, машин не хватает. Нет, в этих компаниях их достаточно. Глава города потребовал пересмотреть графики работы мусороуборочных компаний, а Управлению жилищно-коммунального хозяйства обязал так организовать работу, чтобы люди выносили свой мусор только по времени прибытия машин. Но, похоже, предстоит серьезный процесс ломки стереотипов. Анапчанам удобно сваливать все на улицу, куда, мол, денутся, вывезут в течение дня. И без зазрения совести даже не стесняются того, что камеры снимают, несут мусор на улицу. Глава города намерен с подобной практикой покончить раз и навсегда. За каждую улицу будет ответственна одна компания. С нее и спрос за чистоту. Представители органов территориального самоуправления Анапы как связующее звено между жителями и городскими властями. Председатели дворовых и квартальных комитетов поддерживают порядок на улицах и во дворах. И, владея ситуацией, на местах оказывают большую помощь специалистам управления муниципального контроля. Сообщают о различных нарушениях. Такое взаимодействие приносит результаты. Микрорайон Алексеевский нельзя назвать старым. Он постоянно растет и развивается. Во все времена анапчане, проживающие здесь по несколько десятков лет, бережно относились и продолжают так относиться к каждому квадратному метру. Высаживают клумбы, благоустраивают площадки для детей и сами их украшают. Отрабатываются еще все детские площадки, где преимущественно сегодня дети могут свой досуг. Так как летний период, и дети многие дома находятся, не все в лагерях. Поэтому обязательно сейчас санитарное состояние на детской площадке – это самая важная тема на сегодняшний день. Стрыгина у меня тут живут, пенсионеры и их дочь Ирина. Вот мы втроем, плюс мои внуки. Мы вот эти два дня с 8 до 11 отработали. Все как положено. Конечно, сегодня в хорошем, очень удовлетворительном состоянии проведено. Чистота и порядок придворовых территорий, детских площадок и муниципальных участков земли, своевременный вывоз мусора, сомнительная торговля. По всем вопросам представители ТОС обращаются за помощью к специалистам управления муниципального контроля и находят поддержку. Жители вот этого района неоднократно обращались к нам по поводу вот этой свалки. Свалка была огромнейшая, столько было мусора, здесь вся под Анапской сюда возила. Но в связи с тем, что муниципальный контроль сразу отреагировал, приехали, помогли нам, сразу нашлись. И благодаря застройщикам строительной компании «Континент» они привезли сюда косильщиков. Была вычищена вся территория, вывезен весь мусор. Представители ТОС в один голос благодарят. Приезжают по первому звонку и помогают не словом, а делом. Сломанные ветром сухие ветки – потенциальная угроза пожара. И никому из соседей, похоже, дела нет. Я прекрасно понимаю, территория чем? Территория, ну, с вами, да. Оказалось, соседи собрали и оставили. Специалисты управления, не откладывая в долгий ящик, тут же выясняют все обстоятельства и разъясняют правила. Владимир Иванович, ситуация в городе пожароопасная четвертого класса. Складирование какого-либо веток. Вот представьте, ребенок вечером возьмет спичку, вот так черкнет, какой сразу будет пожар. Коль у вас случилась такая беда, значит, вызывайте. Есть три в городе подрядные организации. Это «Сити Кристалл», «Анапа Благоустройства» и «Заос Спецтранс». В любую организацию вы оплачиваете, они вам тут же приезжают, убирают. Мы понимаем, что мы живем… Как пенсионеры работают? Что? С оплатой. А у них есть определенные льготы для пенсионеров. Тосовцы и специалисты работают вместе на всех участках города и микрорайонов, контролируют порядок и проводят профилактические акции. В последнее время очень много в месте администрации города «Анапа» и муниципального образования города «Анапа» обращают внимание на чистоту прилегающих территорий. В этом всегда помогает администрация станицы. И в таких случаях, там, где мы сами не можем справиться, мы приглашаем административную комиссию города «Анапа». Ее возглавляет по нашей станице Евсеев Игорь Игоревич. Он мне помог справиться с чистотой Лермонтова 34А, Лермонтова 12, Шевченко 18, 28 и 4. Там люди предупреждены, но я думаю, что они обязательно исправятся и наведут прилегающую территорию в порядок. Короче, спасибо большое тем, всем, кто нам помогает. Сравнительно недавно созданная служба, эффективно взаимодействуя с населением, приносит видимые результаты, реагирует на каждое замечание, жалобу и отрабатывают все обращения анапчан. Внимательные отмечают в городе порядок. И этот вклад – работа ТОСовцев и службы муниципального контроля. Личный состав РОТО ДПС проверяет обустройство торговых точек на придорожной линии курорта и сельских округов. Под особым вниманием стихийные рынки на дорогах федерального и регионального значения. Между селами Варваровка и Суко работает популярный автокемпинг и дайвинг. Желающих активно провести время с пользой для здоровья много. Реклама услуг видно сразу, баннеры висят около дороги. Там же стоят палатки и спортивный инвентарь. Только вся эта деятельность развернута здесь с ущербом для природы. Сделали дикий съезд, повредили мерное ограждение дорожное. За это предусмотрено наказание по статье 12.33 на физических лиц от 5 до 10 тысяч, на должностных до 25 тысяч. Следующая точка проверки – хутор «Отаж». Овощи, фрукты продают на обочине в нескольких метрах от дороги. Покупатели оставляют машины под знаком «Остановка запрещена». Стихийный рынок сельскохозяйственных продуктов открыт в зоне отвода придорожной линии без необходимых документов. Таких предпринимателей накажут рублем. На физических лиц от 5 до 10 тысяч и также по статье 11.21 от 1000 до 1500. Сотрудники роты ДПС регулярно проводят мониторинг торговых точек в придорожной зоне дорог федерального и регионального значения. Борьба со стихийными рынками идет полным ходом. Лето в разгаре. Как отдыхают маленькие жители города-курорта, чем заняты. Эти вопросы на контроле городских властей. В администрации Анапы состоялось очередное заседание штаба по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. О результатах работы в сюжете. На совещании говорили о мерах профилактики безнадзорности несовершеннолетних и заслушали отчеты профильных управлений администрации города-курорта о ходе детской оздоровительной кампании. Эти вопросы, которые стоят в том числе на контроле в администрации Краснодарского края. Мы с вами совместными усилиями, нам удалось добиться неплохих результатов в этой работе. Однако существует еще ряд проблем, которые нам необходимо сегодня обсудить. Я хочу обратить внимание, что в некоторых сельских округах, мы об этом услышим, и достаточно еще проводится работа по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Одним из лучших округов, где эффективно ведется работа с несовершеннолетними из группы риска и профилактические мероприятия по закону 1539, назвали Анапский и Благовещенский. У отдела по делам несовершеннолетних администрации города-курорта замечания есть к Субсехскому, Приморскому и ГК Отзорскому сельским округам. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество правонарушений с участием подростков снизилось, спускать на самотек эти вопросы нельзя. Нужно усилить профилактическую работу, дежурство рейдовых групп по закону 1539, посещение неблагополучных семей, уделить внимание выпуску наглядной агитации, вовлекать трудных подростков, занятия спортом и общественно полезным трудом. О ходе летней детской островительной кампании первым отчиталось Управление по делам семьи и детей. Все сироты, а это 343 ребенка, пройдут оздоровление в лагерях отдыха до конца лета. Сотрудники Управления по делам молодежи организовали отряды тимуровцев, которые совмещают приятное с полезным. Сказывают помощь ветеранам, огороды убирают, помогают, моют все. Они трудоустроены, получают за это деньги. Это совместная у нас программа. Сколько человек? По тимуровцам у нас за все лето будет трудоустроен 424 несовершеннолетних. Они от 13 до 17 лет. Управление образования доложило, что с начала лета в пришкольных лагерях отдохнули почти 3000 детей. Юные анапчане занимаются и на спортивных площадках, и в кружках. При этом детям за счет средств из муниципального и краевого бюджетов обеспечили полноценное двухразовое питание. 2 июля вступил в силу федеральный закон номер 44 об участии граждан в охране общественного порядка. Администрация АНАПа отреагировала оперативно. Назначен командир народных дружин города-курорта. Рейдовые группы станут подразделениями народных дружин, что будет взаимополезно. К другим темам. 26 июля, в четвертую субботу месяца, работники торговли отмечают профессиональные праздники. Чаще всего на рабочем месте, не отходя от кассы и прилавках. Анастасия Никитина узнала подробности, какими предприятиями представлена торговая сфера в АНАПе. В зале руководители сотрудники предприятий потребительской сферы курорта. В первых рядах ветераны торговли, знающие все тонкости и секреты работы. Предприниматели АНАПы одни из первых откликнулись на просьбу обеспечения бесперебойной сферы обслуживания продуктами питания на пути к Керченской паромной переправе. Работу специалистов курорта оценили и отметили. Наши предприниматели, опять же, заслужили самые высокие слова благодарности и от тех, кто пользовался этими услугами и от руководства края. Не могу не отметить уровень подготовки продавцов, вообще состава, коллективов. Очень внимательные, очень вежливые. Самых профессиональных, активных, внимательных руководителей сотрудников предприятий АНАПы за развитие отрасли наградили почетными грамотами Департамента потребительской сферы, благодарственными письмами от главы курорта. Директор предприятия «Космос» Ольга Борисенко в профессии 40 лет. Ее кондитерские хлебобулочные изделия знают и любят анапчане и гости курорта. Просто надо любить свое дело, свою работу. Мы, прежде всего, конечно, хорошие люди, но обязательно должны быть хорошими кондитерами, хорошими продавцами, хорошими директорами. Тогда у всех все будет хорошо и у всех будет успех. На полках продуктовых и промышленных магазинах курорта есть все необходимые товары. Разнообразие такого выбора – заслуга 18 тысяч специалистов потребительской сферы. Работники торговли Краснодарского края внесли свой вклад во всероссийский праздник. Именно наш профсоюз торговли, торговое единство, именно Краснодарский краевой комитет профсоюза инициировал этот вопрос на всю Россию. Мы приложили массу усилий и у нас получилось. С 7 мая Путин подписал указ о том, чтобы День работника торговли праздновать последнюю субботу июля. С профессиональным праздником работников торговли поздравили творческие коллективы курорта. Поздравления принимали ветераны потребительского рынка и представители молодого поколения, руководители крупных предприятий и оптово-розничной торговли. Я желаю вам успехов, стабильности, я желаю вам новых профессиональных достижений, желаю вам надежных партнеров деловых, приветливых покупателей, благополучия. Потребительский рынок курорта отличается высокой степенью насыщения товарами и положительной динамикой. Руководители предприятий курорта не перестают модернизировать производство, внедрять новые услуги и технологии. Волонтерские отряды вышли сегодня на улицы Анапы для того, чтобы привести город в порядок. На этот раз чистоту наводят на автобусных остановках, заклеенных объявлениями и афишами. Несмотря на то, что давно существуют цивилизованные методы, реклама в газетах и интернете, нарушители продолжают уродовать облик города. Центральная улица Крымская. Ранним утром на остановке центральный рынок многолюдно. О напчании гости курорта пытаются отыскать расписание нужного рейса, но попробуй разгляди его среди вала частных объявлений. Расклеиваются они теми, кто, похоже, не знает, что для этого есть специально отведенные места. Доски объявлений, например, газеты и интернет. А вот такие листочки с отрывными ленточками с телефонами смотрятся, мягко говоря, по-колхозному. Уважаемые жители и гости курорта Анапа, администрация муниципального образования просит вас, чтобы вы не расклеивали бумажные объявления в общественных местах, особенно на остановках, так как это портит эстетический вид города. Почему-то те, кто занимается такой вот саморекламой по старинке, забывают, что чистота на улицах Анапы не только задача городских служб, но и каждого жителя курорта. Впрочем, не только к совести нарушителей взывают сотрудники администрации. Наказание рублем куда более действенный метод борьбы. На авторов объявлений могут быть наложены штрафы от одной до трех тысяч рублей. 29 июля Олимпийский комитет России начал масштабную программу «Олимпийский патруль» в федеральном детском центре «Смена». Знаменитые российские спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира в разных видах спорта проверят уровень физической подготовки детей и подростков. Проведут для них олимпийские уроки и веселые соревнования. Благодаря программе «Олимпийский патруль» у ребят отдыхающих в лагере появилась уникальная возможность пообщаться с живыми легендами российского спорта и олимпийского движения, узнать о преимуществах занятий спортом и важности здорового образа жизни. Прославленная советская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова вошла в число олимпийских чемпионов, участвующих в программе. Я думаю, что вы вырастите такими же людьми. Сегодня у вас присутствует сколько олимпийских чемпионов на этой спортивной площадке, сколько нет в других странах Европы даже это количество. Поэтому вы сегодня еще ближе познакомитесь друг с другом. А наша задача состоит в том, чтобы вы полюбили спорт, физическую культуру и занимались постоянно ими. После официальной церемонии открытия программы «Олимпийский патруль» известные спортсмены на олимпийских уроках ответили на все вопросы интересующих детей, вспомнили громкие победы отечественного спорта, включая самые яркие моменты прошедших олимпийских зимних игр в Сочи. Какой-то опыт наш, пускай они возьмут, а все-таки это очень хорошо для характера. И дальше, наверное, занятия спортом, все равно какие-то ситуации им очень помогут в жизни. Это уже как бы мы знаем, поверьте, на своем опыте. Поэтому мы пытаемся до детей донести, привить любовь к спорту, занятия спортом. На встрече с ребятами олимпийские чемпионы пожелали каждому выбрать для себя вид спорта и попробовать увлечься им. Не только для достижения больших успехов. Спортивные занятия очень важны для здоровья, физических и умственных способностей. Олимпийский патруль посетит и другие детские центры. Всего участниками программы станут более 14 тысяч мальчишек и девчонок, отдыхающих в лагерях России. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В субботу 2 августа в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 30-32, ночью 24-26 градусов. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды 27 градусов. В воскресенье 3 августа в Анапе сохранится ясная погода. Днем плюс 32-34. В ночь на понедельник 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова